Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня с вами я, художник-акварелист Нина Петровская. И сегодня я имею честь быть обозревателем коробочки Диалбокс от проекта Дудон Скетч. Смотрите, что у меня есть. Давайте вместе ее распакуем. Итак, смотрим, что же у нас тут внутри. Очень интересно. Мой самый любимый момент, когда предвкушаешь, не знаешь, что же там. Замечательная вот такая коробочка. Давайте развяжем беревочки. Ого! Вкусняшки, чтобы работалось веселей. Визиточка Дудон Скетч. А вот и художественные материалы. Самое интересное. У нас тут малярный скотч. Обычно мы его используем для закрепления бумаги на планшете, чтобы лист меньшим образом деформировался. Незаменимый атрибут это бумажные салфетки. Обычно мы ими контролируем влажность кисточки. Веселые наклеечки. Кисточки. Отличный набор. Одна широкая кисть, синтетическая. Я думаю, что для заливок ее очень удобно использовать. Две кисточки из белки. Средняя и потоньше. Видите, идеальный тонкий кончик. И самая тоненькая кисточка из колонка. Очень здорово. Я люблю кисти из колонка. Здесь, наверное, красочка. Так, все, больше ничего нет. Два гигантских тюбика акварельных красок Рембрандт. Здесь у нас Индонтрен Блю и Ализарин Кримсон. Любопытно. Очень приятные цвета. Индонтреновый он дает очень глубокий диапазон по тональности, насколько я знаю. Посмотрим, какой же он у Рембрандта. Ализарин Кримсон надо выкрашивать. Ничего, пока не могу сказать, что это за цвет. И профессиональная отечественная акварель Невская палитра. Так, что же у нас здесь? Кадми желто-средний, но это незаменимая, по-моему, красочка для набора акварели. Кадми оранжевый. Яркий оранжевый никогда не помешает. Вы никогда насыщенный оранжевый не смешаете из красного и жоптого. Букись Хрома. Такой приятный зеленый оттенок. Розовый Хинокридон. Да, тоже очень любопытный. И голубая. Прекрасно. Очень хороший набор. В принципе, им можно написать практически любую картину. Дальше смотрим, что же у нас здесь. Здесь бумажечка. Мулендзюрва Торшон. Мулендзюрва Сатин. И Мулендзюрва Фин. Бумага называется именно так. Мулендзюрва. Так как производитель французский, по правилам французского языка, именно так стоит произносить название этой бумаги. Вы можете произносить как угодно, как вам нравится, но правильно произносить именно так. Мне немножко режется лох, когда как-то искажает название. Мулендзюрва. Значит, тут практически полный набор. Да, у нас что? Сатин. Среднее зерно и крупное зерно. Сатин это абсолютно гладенькая бумажка. Значит, на сатине обычно ботаническую иллюстрацию делают с большой долей детализации. Среднее зерно абсолютно универсальное. И торшон. Это крупное зерно, которое хорошо для пейзажа или для таких мокрых свободных работ. Пожалуй, давайте откроем. Я как-то в основном предпочитаю именно среднее зерно. Замечательные листочки. Формат около 4, как я могу оценить. Давайте эту посмотрим в конвертик. Торшон. Видите, Лендзюрва знаменит своей очень грубой фактурой торшон. Я надеюсь, что на камеру видно. И абсолютно гладенький сатин. По 5 листочков каждой бумажки. Вот такой замечательный набор. В принципе, достаточно стаканчика с водой, чтобы начать рисовать. И хочу напомнить вам, что ваш набор может незначительно отличаться. от того, что у меня могут быть немножко другие оттенки красочек. Что же можно нарисовать? Я вижу, что у меня относительно много в этом наборе красных и синих. Поэтому сюжет, скорее всего, будет такой холодноватый. Нет совсем коричневых. Поэтому что-то такое холодное надо будет придумать. И я отправляюсь на поиски сюжета. Я в прошлом и позапрошлом летом сделала очень много фотографий в летний период. Я думаю, что что-то цветочное или что-то в этом роде я подыщу. Та часть, которая смотрит на нас, ее можно изобразить в виде прямоугольника. Буквально, ну, немножечко под наклоном. И сводим рисунок до одной линии, исключая все штрихи. Вот эту красноватую смесь я в нее добавлю немножечко антантренового. Немножко такой мощный по цвету получилась черешня. Хочется краснотой добавить туда. Хочется немножко потеплее, поэтому я добавлю зелененького. Возьму красный. Здесь я смешивала кадмий желтый и ализарин. И ищем мелкие детали, которые мы, возможно, не учли. На этом моя аппетитная иллюстрация закончена. Надеюсь, у вас все так же вкусненько и хорошо получилось. Желаю вам творческих успехов. И надеюсь, что вы выставите свою работу на конкурс Тузкер, который проводит проект ДОЛОНСКЕТЧ. Также, если какие-то вопросы у вас возникают, вы можете мне их задать на сайте проекта. Всего наилучшего!